Можно пройти, посмотрите, какая грязь, и вот как здесь просто не упасть еще, боишься просто упасть. Эту дорогу, а точнее то, во что она превратилась, местные называют дорогой жизни. Ведь только по ней можно добраться до цивилизации, говорят жители поселка Марфина, например, до магазина или автобусной остановки. Каждый день здесь проходят сотни волокжан. Одни в резиновых сапогах, другие в бахилах поверх обуви. А кто-то и вовсе натягивает на ботинки пакеты. Улица Верещагина буквально утопает в грязи. Каждый день ребенка в садик кожу. Преодолевать бездорожье вместе с ребенком приходится и Татьяне. Волокжанка вспоминает, три года назад, когда только переехала в Марфина, не могла нарадоваться тишине и спокойствию поселка. В тот момент она даже не представляла, с какими трудностями ей придется столкнуться. Первую весну мы просто утопали в грязи. И эта проблема у нас продолжается и в настоящий день. Все три года весна и осень у нас распутится. Впрочем, трудности испытывают не только пешеходы, но и водители. Машины попросту не могут выбраться из вязких луж. Очередной автомобиль застрял прямо на наших глазах. Машина не выехала, придется своим ходом толкать. Народу нету никого. Она вся перепачкалась. Ну, что делать-то? На работу приходим, грязные все. В бездорожье жители Марфина обвиняют компанию «Строй Альянс», в обязанности которых, помимо застройки поселка, входило и благоустройство дорог. По словам Волокжан, подрядчик не выполнил план, а сейчас и вовсе обанкротился. Чтобы разобраться в проблеме, жильцы обращались и к главе Вологодского района, и в администрацию майского сельского поселения. Глава администрации отвечает, что это ведение его муниципального образования, но, тем не менее, у него на содержание дорог нет средств. Район, в общем-то, отвечает то же самое. Но строить дорогу в Марфина в районной администрации не собираются, ведь территория находится в федеральной собственности, говорят местные власти. Они лишь могут заняться ее обслуживанием. Да и то никаких глобальных изменений не обещают. По крайней мере, в этом году. Не хочу обещать, что да, конкретно что-то улучшится, и будет дорога отремонтирована в этом году, то состояние будет кардинально измениться. Но то, что я думаю, что подсыпка там какая-то, то есть устранение неровности, грядирование улиц, то, что это обязательно будет. Так что жители Марфина уже начали собирать средства. Чтобы, наконец, привести в порядок несколько метров дороги, они готовы найти хотя бы часть необходимой суммы. Марина Киселева, Алена Александрова, Василий Попурин, Игорь Трифонов. Новости Вологды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова